добрый вечер я думаю что мы можем начинать у нас уже вот 20 человек присутствует если кто-то будет подключаться тогда татьяна тольный у вас до права принимать участников добрый вечер дорогие друзья дорогие коллеги рады всех вас приветствовать на площадке нашего дискуссионного клуба чаепитие у классиков сегодня мы первый раз встречаемся вот в таком дистанционном формате но будем надеяться что как раньше будем встречаться ежемесячно насколько позволят обстоятельства будем встречаться очно а пока вот такой режим хотелось бы сначала несколько слов сказать вообще о нашем клубе для тех кто первый раз сегодня к нам присоединяется идея вот такого проекта родилась после разговора с магистрантами если даже конкретно говорить то это были магистранты психологии кафедры юнеско культурно-историческая психология детства и студентами факультета психологии образования мы как-то с ними говорили что вот очень не хватает какого-то такого неформального общения с преподавателями вот каких-то площадок где студенты могли бы вместе с преподавателями друг с другом обсуждать какие-то вот волнующие научные вопросы чтобы это был именно не лекционный и не семинарский формат и возникла идея вот создать такой клуб и те кто вот уже участвовал в наших встречах мы четыре года подряд проводили такие мероприятия и за чашкой чая читали вместе книги приглашали специалистов которые рассказывали о классических работах и о современных статьях и вот конечно к сожалению в дистанционном формате очень сложно воспроизвести вот нашу атмосферу но никто нам не мешает вооружиться чашкой чая и поговорить о том что действительно интересно и важно я хотела бы сказать что обычно мы выбираем какую-то тему которая объединяет вот наши встречи до цикл встреч на протяжении целого года в прошлом году мы например читали книги читали статьи и вот приглашали приглашали гостей которые рассказывали об этих работах в этом году мы решили весь цикл встреч посвятить обсуждению ключевых понятий культурно-исторической теории деятельностного подхода но наверное некоторые скажут ой опять вы годский опять культурно-историческая психология куда же от них деваться на самом деле деваться от них действительно некуда потому что каждый год приходят новые студенты новые магистранты у многих наших магистрантов нет базового психологического образования и тем не менее проводить исследования нужно опираться на какие-то методологические основания и вот для того чтобы это было проще сделать и чтобы мы понимали вообще что же такого замечательного кроется в культурно-исторической теории мы решили что стоит об этом поподробнее поговорить значит какие у нас с вами есть возможности во первых у нас есть чат по ходу моего сообщения вы можете писать вопросы которые у вас возникают в чат а затем после 30 минут у нас будет возможность просто обсудить то что вы услышите поэтому пожалуйста если какие то вопросы такие более общие вы можете их оставить как раз таки вот на эту открытую дискуссию также у меня ко всем просьба если можно до дискуссии чтобы микрофоны были выключены чтобы не было фона итак давайте начнем поговорим сегодня на такую важную тему как культурно-историческая психология льва семеновича выгодского да и более конкретно драма как краеугольный камень теории выгодского собственно говоря да вот когда мы говорим о выгодском у его концепции то обычно как-то всегда все говорят вот эта гениальная концепция это необыкновенная теория вот она актуальна и по сей день несмотря на то что уже 120 лет прошло но на самом деле совершенно непонятно по крайней мере да вот людям которые не имеют базового психологического образования а что же там вот такого что же там есть и как ее конкретно использовать применительно к исследованию да вот что с ней конкретно делать и вообще достаточно такой нетривиальный вопрос а как же читать выгодского вот как понять то о чем он пишет и здесь я хотела бы начать нашу беседу с того чтобы упомянуть о тех трудностях которые нас подстерегают когда мы садимся читать выгодского ну вот самый первый такой момент он здесь не обозначен но вот я хочу с него начать до сих пор не существует какого-то учебника культурно-исторической психологии то есть вот если бы мы с вами захотели сейчас взять и купить учебник по культурно-исторической психологии теории деятельности мы бы его не нашли есть замечательная книга которая вышла по кип на английском языке автор этой работы профессор манолис до фермас грек который учился в россии но тем не менее это не учебник и он на английском то есть соответственно значительной части наших читателей он недоступен и это конечно большой недостаток нашей отечественной науки что до сих пор такого учебника нет второй момент который такой исследователь как осиев охарактеризовал таким понятием как декон текстуализация работ выгодского он говорит о том что сегодня вот упоминая культурно-историческую психологию мы говорим о ней как бы вне того культурно-исторического контекста в котором она создавалась то есть как ни странно выгодский который всегда говорил о важности до конкретного исторического момента когда что-то происходит вот он как раз таки остался совершенно вне того исторического контекста когда он создавал свою теорию и поэтому чтобы понять выгодского обязательно нужно хотя бы что-то знать о том времени когда он жил и работал и хотя бы о некоторых фактах его биографии поэтому вот сегодня я как раз этого и начну следующая сложность которая у нас может возникнуть это быстро эволюция взглядов и годского мы знаем что он прожил очень короткую жизнь он быстро к сожалению ушел и фактически вот 10 лет до там плюс минус когда он создавал свою теорию вот за этот очень короткий период он существенно поменял свои научные взгляды то есть если он начинал фактически как бихевиорист до его взгляды были ближе к бихевиоризму а то уже как раз таки ближе к концу жизни он оформил культурно-историческую концепцию и поэтому это всегда надо учитывать если мы читаем его ранние работы надо понимать что тогда вот это вот теория была еще только на стадии зарождения то есть не было такого что выгодский сел искал вот сейчас я напишу культурно-историческую концепцию и для того чтобы понять как она зарождалась да как она развивалась как эволюционировали его взгляды это все приходится вот по крупицам доставать из вот этих сложных текстов и последний момент последняя сложность о которой я хочу сказать это сложность языка работ выгодского и здесь опять таки вот несколько вещей нужно учитывать во первых все это писалось примерно век назад то есть понятно что язык у выгодского это литературный русский язык того времени до серебряного века и там очень много в частности слов которые сегодня имеют совершенно другое значение я сегодня еще об этом буду говорить поэтому это обязательно надо учитывать кроме того сам выгодский был человеком совершенно невероятной памяти он наизусть помнил целые куски работ других авторов психологов своего времени литераторов философов и он их цитировал без кавычек очень часто просто по памяти иногда вроде как он вот вступает в диалог с каким-то неведомым нам автором до который для него то как раз был вот актуальным собеседником но мы просто этого бэкграунда не знаем и поэтому нам может быть очень трудно это воспринимать и кроме того вот здесь тоже не могу не сказать выгодский был полиглотом он знал огромное количество языков во первых он был билингом как минимум он говорил на русском и на идише дома он говорил на идише и помимо этого он свободно знал английский французский немецкий плюс еще мертвые языки древнегреческий латынь еще потом эсперанто он освоил и поэтому тоже вот представляете да вот этот весь багаж этих слов этого богатства языкового он очень чувствуется в языке его работ и конечно осложняет процесс чтения да нам вот современным людям поэтому вот хотелось бы все вот эти моменты до обговорить и вот все встречи которые в этом году будут происходить посвятить обсуждению каждого конкретного понятия теории выгодского переходим дальше переходим непосредственно уже к разговору о некоторых биографических моментах которые мне кажутся важными как мы знаем выгодский родился в 1896 году родился он в еврейской семье его детство прошло в городе гомеле и на его воспитание повлияли сразу две культуры с одной стороны это была традиционная еврейская культура и в этой культуре его семья была укоренена а с другой стороны на него большое влияние оказала культура серебряного века поскольку выгодский был очень тесно связан с такой вот художественной средой он общался с поэтом осипом мандельштамом посещал его художественный кружок поэтический был знаком с блондским с эйзенштейном со станиславским с мир хольдом и это было не просто знакомство а он был частью вот этой театральной и поэтической литературной среды то есть вот эти люди которые его с детства окружали да которые потом вот стали великими поэтами философами литераторами это были те кто оказал на него огромное влияние и вот здесь вот надо сказать что выгодский получил конечно блестящее образование он сначала учился в частной гимназии где он основал общество еврейской истории философии и вот в этом кружке в этом обществе он впервые попробовал вот свое перо он там как раз таки писал свои первые научные философские ссы и делал доклады затем он поступил в мгу и одновременно в свободный университет шанявского собственно вот как бы альма-матер его считается университет шанявского факультет истории филологии и там под научным руководством юлия айхенвальда он защитил выпускную работу трагедия гамлета принца датского и вот я хочу обратить ваше внимание на эту работу работа это ранее фактически это было еще да вот как бы самая первая такая научная его научный труд который потом лег в основу психологии искусства и вот что очень интересно как позднее напишет дочка выгодского гита львовна лев семенович очень любил трагедию о гамлете эту любовь он сохранил на всю жизнь он не просто любил это произведение он собирал разные издания гамлета постоянно перечитывал на разных языках в разных переводах и вот знал на память какие-то фрагменты и даже вот говорят что последние слова перед смертью которые он сказал были слова из гамлета я готов и вот почему для нас это важно потому что вот это произведение шекспира эта трагедия драматическое произведение она в значительной степени стала тем источником откуда выгодский черпал вдохновение вот именно это произведение послужило той отправной точкой к интересу выгодского к психологии которая потом всю жизнь его сопровождала и вот давайте посмотрим вот 1917 год выгодский пишет произведение театральные заметки письмо из москвы где он касается проблемы переживания перевоплощения эмоционального опыта актеров в двадцать пятом году появляется психология искусства и потом уже ближе к концу до жизни выгодского появляется произведение к вопросу о психологии творчества актера и вот здесь очень важно потому что мнение исследователей разделяется кто-то говорит о том что изначально а вот тот интерес который выгодский имел к театру выгодский его как бы перерос и пришел в психологию но есть и другие исследователи мне эта точка зрения например гораздо ближе которые говорят что выгодский никогда не отходил от театра просто он поставил перед собой задачу создать психологию в терминах драмы то есть вот тот интерес к проблеме человеческих отношений человеческого опыта и передачи вот переживаний до передачи эмоциональных переживаний посредством художественного произведения разыгрываемого на сцене вот все это как раз таки было источником интереса выгодского к психологии и на самом деле вот об этом очень интересно пишет владимир самуилович сопкин который анализировал ранние работы выгодского его рецензии на театральные постановки а рецензий этих между прочим много 80 рецензий было написано вот в ранние годы жизни выгодского и там уже как раз таки чувствуется что выгодский предлагает не просто художественный анализ он ставит психологические проблемы в частности проблему драмы как вот такого до художественного феномена который способен повлиять и на актера и на на зрителя и проблему переживания проблема перевоплощения таким образом когда создавалась теория выгодского да когда он уже вот пришел в психологию попытался в терминах драмы разработать концепцию а он имел вот тот театральный бэкграунд который всю жизнь был тем фундаментом на который он опирался и вот сейчас я хотела бы если у вас есть возможность чтобы вы в чате написали ваши предположения относительно того что является предметом культурно-исторической психологии что является ее методом почему мы об этом говорим потому что у любой научной концепции до уважающий себя научной школы всегда есть свой предмет и свой метод и вот что является собственно говоря предметом культурно-исторической теории что она изучает да если более точно говорить что оказалось фокусе внимания выгодского развитие высших психических функций развитие высших психических функций вот совершенно с вами согласна и больше всего поддерживаю слово развитие можно сказать также еще происхождение развития сознания до сознания как бы более широко ключевое слово здесь развитие и вот об этом я хочу сейчас поподробнее сказать когда выгодский пришел в психологию то психология пребывала в состоянии кризиса кстати говоря она в нем периодически пребывает и вот говорят что выгодский создал не классическую психологию чем же ее не классичность как раз таки вот в том что кроется за словом развитие выгодский в отличие от классиков психологии которые были до него предложил изучать не застывшие да не уже сформированные психологические феномены а он предложил изучать процесс их становления до процесс их созревание или вызревание поэтому фокусе его теории оказалось именно развитие вообще и развитие высших психических функций в частности это невероятно важный момент ключевой момент именно это делает теорию выгодского теории не классической психологии потому что выгодский выгодский говорил что его не интересуют застывшие продукты например там память внимание речь он говорит что для того чтобы понять как они работают необходимо проследить весь путь их развития иными словами генезис да то есть вот как они формировались как они развивались и здесь вот можно предложить метафору фрукта да вот цветок семя и плод да то есть вот выгодского интересует весь вот этот процесс созревания какого-то психологического явления от самой первой стадии до окончания до конечного продукта и вот это как раз таки делает его психологии еще раз повторюсь не классической вот у меня здесь картинка да в традиционной психологии а в классической психологии если хотите да вот обычно какая-то высшая психическая функция или вообще какое-то явление рассматривается в конкретный момент времени то есть вот здесь условно можно предположить что вот маленький росточек да это там ребенок в 5 лет большой росточек в 10 лет да и совсем большой росток уже там лет в 15 а для выгодского если бы мы метафорически это изображали для него важна была вот такая картинка то есть все факторы вот идет дождь светит солнце да как земля воспринимает вот этот дождь да и как это дальше отражается на развитие на росте вот этого цветка вот это очень очень важно и можно еще такую метафору предложить традиционная психология это как фотография до статический снимок а для выгодского это всегда видео то есть если хотите с точки зрения методологии метод выгодского это видео дальше мы возвращаемся к термину высшая психическая функция этот термин как вы знаете ввел не выгодский а ввел этот термин вильгельм вунд и здесь мы не можем не сказать о том как же вунд вообще изучал эти явления он говорил о том что все функции делятся на низшие называл их также элементарными или натуральными и высшие то есть специфические человеческие он говорил о том что низшие элементарные функции присущи животным они есть у животных собственно и у человека конечно тоже а что специфические человеческие функции есть исключительно у человека и что они каким-то образом надстраиваются над элементарными то есть он говорил что элементарные функции можно изучать эмпирически с помощью специального оборудования да как мы помним вунд основал первые первую лабораторию экспериментальной психологии а вот высшие психические функции вот он сказал что он не знает как изучать что скорее всего они являются непознаваемыми вот и в этом-то и был кризис в психологии что до выгодского никто не мог разрешить проблему а как же изучать то да как изучать каким методом изучать высшие психические функции вообще возможно ли это поэтому вот я и сказала что психология находилась в состоянии кризиса и вот это и есть тот контекст да в котором была создана теория выгодского выгодский пришел на поприще психологии когда психология находилась в состоянии тяжелого методологического кризиса и кстати об этом одна из его работ про кризис что же сказал выгодский выгодский сказал аксиома что высшие психические функции надстраиваются над элементарными не верна мы не будем брать эту аксиом да она неправильная значит а что сказал выгодский он сказал что здесь все гораздо сложнее что когда мы говорим о высших и низших функциях нужно понимать что они имеют разное происхождение разные источники и соответственно разные законы функционирования то есть эти два типа различны по своей природе сказал выгодский и дальше мы подходим к другой аксиоме которая тоже была как и вот эта аксиома о низших и высших функциях вторая аксиома также была базисной аксиомой для классических традиционных психологических теорий это аксиома о том что на развитие оказывают влияние социальные и биологические факторы ведь по сути посмотрите если посмотреть на теорию психологии вся эта история это бесконечный спор о том что важнее социальные факторы или биологические и соответственно у нас есть социальные теории и биологические теории, и этот спор продолжается уже много лет. А Выгодский сказал, опять-таки, аксиома неверная. Дело не в том, что социальные или биологические факторы влияют на развитие, а дело в том, что является источником этого развития. И вот Выгодский сказал, что надо как бы эту картинку перевернуть. Важно понять, что социальная среда – это не фактор, а источник развития высших психических функций. Вот посмотрите, цитата из Выгодского. «Социальная среда является источником возникновения всех специфических человеческих свойств личности». То есть Выгодский сказал, да, конечно, есть и социальные, и биологические факторы. И да, конечно, они влияют на траекторию развития человека. То есть, например, если мы возьмём метафору реки, да, вот то, как течёт река, будет зависеть от ландшафта, где она там огибает какие-то уступы, холмы, где она уходит под землю. Но, тем не менее, исток реки не зависит от ландшафта. Исток, он там сам по себе. И то же самое с развитием. Он сказал, что социальная среда – это не фактор, а источник. То есть, развитие происходит только в социальной среде, только в социальном взаимодействии. И что если нет социальной среды и социальных взаимодействий, то ничего вообще нету. Ни о каком развитии говорить не приходится. И вот, видите, как он писал, высшие психические функции не надстраиваются как второй этаж над элементарными процессами, а представляют собой новые психологические системы, которые действуют по новым законам. То есть, для Выгодского, если говорить о развитии, развитие представляет собой реорганизацию системы таким образом, что она начинает работать на новых основаниях. И вот здесь вопрос к вам. Вот как вы думаете, например, у человека происходит инсульт? Такое часто бывает, что после такого поражения отказывает какая-то часть памяти. Например, частично не работает память или речь. Как вам кажется, с точки зрения Выгодского, это развитие или нет? Ну, поскольку высшие психические функции – это динамическая система, и она подразумевает компенсаторную систему, поэтому, наверное, мы можем говорить здесь о развитии, потому что та функция, которая нарушена, другая часть берет на себя ответственность для компенсации. Ну, может быть, не всегда, но, по крайней мере, часто. Спасибо большое. На самом деле, совершенно точно. Когда перестает работать какая-то функция, другая функция частично забирает на себя вот ту ответственность, которую она несла. И происходит реорганизация системы. То есть она начинает работать уже на новых основаниях. Вот так же, как, например, когда человек теряет зрение, мы знаем, что у таких людей обостряется слух. И много-много еще таких примеров можно привести. Вот для Выгодского вот эта реорганизация системы высших психических функций и означает развитие, да, вот изменение, качественное изменение системы высших психических функций. И что здесь важно? Изменение системы функций. Не одной какой-то там функции, а именно системы функций и их отношений. Таким образом, получается, что культурно-историческая теория это совокупность понятий и принципов, то есть теоретических инструментов, для анализа процесса появления и развития высших психических функций. И каждое понятие внутри этой теории, оно не существует само по себе, а оно открывает, раскрывает какой-то из аспектов развития. В частности, характер развития, источники развития, форму, направление, особенности. И сердцем этой теории является основной закон и основной метод исследования, который, как мы знаем, называется экспериментально-генетическим. Генетический не от слова генетика, а от слова генезис. Как же звучит этот закон? Я думаю, что большинство из нас его уже не раз встречали, не раз слышали, но это совершенно не означает, что мы стали его от этого лучше понимать, потому что формулировка этого закона невероятно, на первый взгляд, громоздкая, а в принципе она просто очень сложная. Вот давайте вместе на него еще раз посмотрим. Всякая функция в культурном развитии ребенка появляется на сцену дважды, в двух планах. Сперва социальным, потом психологическим. И вот обратите внимание на слово «сцену», на какую такую сцену, да, и второе, как категория интерпсихическая, а затем внутри ребенка как категория интерпсихическая. Посмотрите, в формулировке закона появляется на первый взгляд совершенно неуместное слово «сцена» и еще более неуместное слово «категория», которую Выгодский почему-то использует дважды. И вот почему неуместное? Ну мы понятие категории обычно употребляем в каком-то философском контексте, да, категория времени, категория пространства. Почему она здесь возникает, совершенно непонятно. Вообще откуда она здесь берется? И вот как раз-таки здесь для того, чтобы понять, что имеет в виду Выгодский, нам необходимо вспомнить, что Выгодский использует литературный язык эпохи Серебряного века, да, а даже более конкретно театральный жаргон того времени. Вот посмотрите, на языке Серебряного века слово «категория», как утверждает замечательный исследователь Николай Николаевич Вересов, понималось нечто весьма определенное. Что же там понималось? Понималось, что категория – это столкновение позиций, характеров, драматический конфликт или драма, конфликт между людьми или внутри человека, столкновение, которое сопровождалось острыми эмоциональными переживаниями. Вот такое значение слова «категория» было в театральном словаре того времени. Кроме того, этот термин широко использовался в живописи, в поэзии, в музыке, особенно в театре. Вот, например, Мирхольд, про которого мы сегодня уже говорили, писал, что категория, да, открытый или скрытый конфликт, есть суть драмы. В свою очередь, Эйзенштейн определял категорию как главную единицу, да, как ядро драмы, как то, что образует драму. Что же это для нас означает? А это означает, что мы должны очень хорошо понимать, что когда Выгодский говорит о том, что некоторое социальное интериоризируется, он говорит не вообще о любом социальном отношении, а он говорит о таком социальном отношении, которое возникает как категория, как драма, как столкновение между двумя индивидами. То есть то, что происходит между людьми, как драматическая коллизия, затем переходит во внутренний план. И всё это разворачивается на сцене, где сцена – это сцена взаимодействия, сцена, где разворачиваются вот эти вот отношения между людьми. И вот это невероятно важно. Это теоретическая сторона. Давайте попробуем взять какой-то пример, чтобы было более понятно. Ну вот, например, как происходит развитие указательного жеста. Вот у кого есть дети, может быть, это даже наблюдали. Ребёнок начинает в какой-то момент обозначать то, что он хочет, чтобы ему дали, то, что он хочет получить указательным жестом. Он начинает показывать. Откуда этот жест появляется? Это ведь культурный жест, да, он не врождённый. Младенец не рождается с этим жестом. Он появляется в ходе взаимодействия с мамой или там с близким взрослым. Как он появляется? У ребёнка возникает мотив получить что-то, что он ещё не может получить, потому что там не может дотянуться, не может доползти. Сначала он начинает кричать, да, и мама не понимает, что он хочет. Но она начинает задавать ему вопросы. Ты хочешь это, это, это. И в какой-то момент, отвечая на вопрос мамы, ребёнок использует указательный жест, он показывает, что он хочет что-то. Что мы здесь видим? В основе вот этого развития, да, в основе овладения вот этим знаком, да, указательным жестом, лежит конфликт, коллизия. Хочу, но не могу. И на этом фоне возникает переживание, да, ну там у младенца с переживаниями вообще всё интересно. Но какой бы мы ни взяли акт развития, во всех случаях речь будет идти о вот этом конфликте, о драме. То есть акт развития всегда под собой имеет вот это вот эмоциональное переживание, коллизию, конфликт. И поэтому для Выгодского драма – это действительно краеугольный камень развития. Без драмы развитие невозможно. И с этой точки зрения Выгодский, конечно, это именно представитель диалектического направления, да, представитель диалектики, который говорит о том, что противоречие – это всегда основа развития. Таким образом, что нам даёт вот такое понимание общего генетического закона развития, как вот закон, в основе которого лежит понятие драмы? Это позволяет нам говорить о том, что основной принцип экспериментально-генетического метода – это развертывание высшего психического процесса в драму, происходящую между людьми. То есть, если мы хотим строить эксперимент по Выгодскому, если мы хотим строить экспериментально-генетическое исследование, мы должны искусственно моделировать драматическое событие. То есть для нас развитие всегда связано с созданием ситуации эмоционального напряжения, эмоционально напряжённой ситуации, где происходит нечто, что затем интериоризируется. Вот это невероятно важный момент, это действительно краеугольный камень, это как бы вот сердце теории Выгодского, потому что согласно вот этому генетическому закону получается, что функция возникает не просто в социальных отношениях, а она сама и есть социальное отношение, то есть она возникает в форме реального социального отношения между людьми. И потом уже она переходит из внешнего плана во внутренний, с социального плана в индивидуальный. Поэтому для Выгодского развитие – это всегда движение от социального к индивидуальному. Что это означает? Это означает, что если мы хотим, например, человека учить, то мы должны его не натаскивать, как говорят бихевиористы, а мы должны предлагать ему развивающую ситуацию, где будет драма, которая его вовлечёт. То есть вот, например, у нас сейчас большие проблемы в подростковой школе, дети совершенно демотивированы, им неинтересно, они не хотят, у них нет мотивации учиться. А почему её нет? Потому что чаще всего те формы взаимодействия, которые подросткам предлагаются, им совершенно неинтересны, они их не вовлекают, у них не возникает драмы. Они не могут просто слушать про Петра Первого или про что-то ещё. Для того, чтобы найти у них отклик, мы должны вовлечь их в драматическую ситуацию, вызвать у них переживания, и тогда вот в этой ситуации мы можем рассчитывать на то, что они начнут развиваться. Ну вот здесь несколько таких вот цитат из Выгодского, чтобы просто проиллюстрировать эту мысль. Но самое главное, что он говорит о том, что все высшие психические функции – это интериализированные отношения социального порядка. То есть Выгодский, если хотите, самый социальный из всех представителей социальных течений в психологии. Он говорит, что не просто социальная среда – это важный фактор развития, что это единственный источник развития, и что все взаимодействия, которые существуют, они в конечном итоге, вот эти драматические взаимодействия, они ложатся в основу того, что человек из себя представляет как индивидуальность. Что Вам еще сказать? Я думаю, что поскольку у нас как раз примерно 40 минут прошло, я на этом остановлюсь и предоставлю слово Вам. Я, кстати, вообще заметила, что вот в Зуме очень тяжело кого-то слушать больше 30 минут. Поэтому приглашаю всех продолжить дискуссию в таком свободном формате и обсудить то, что Вы услышали, и, может быть, прокомментировать. Буду очень рада Вашим комментариям и вопросам. Добрый вечер. Добрый вечер, Федор. У меня есть такой вопрос. Есть ли какая-то литература про Выгодского и психодраму? Потому что психодрама, сделанная Якова Марена, она ведь тоже про драму, и это практически звучит как практическое применение теории Выгодского в таком интересном ключе. Есть ли какая-то литература Вам известная про психодраму Марена и Выгодского? Спасибо за вопрос. Вы знаете, вот насколько я знаю, но, конечно, я, возможно, просто не встречалась именно конкретно с какой-то такой работой. Вот конкретно, что было про Выгодского и Марена, не знаю, хотя вот теория Марена мне тоже очень интересна, и я с удовольствием тоже вот читаю его работы, но, насколько я знаю, я вот не встречалась. Если конкретно говорить именно вот о Выгодском и о драме, вот есть очень интересные работы Сопкина, да, вот Владимир Самойлович, я об этом сегодня говорила, замечательно писал о проблеме драмы в теории Выгодского Ярошевский. Есть также замечательная работа Алекс Козулин. Я вот, насколько знаю, она на английском языке, но тоже очень интересная. Если вам интересно, я могу вдогонку к нашей сегодняшней встрече вообще подготовить небольшой такой список литературы, где будут вот такие наиболее яркие работы, вот связанные с проблемой драмы в концепции Выгодского. Да, спасибо. Список литературы – это, конечно, очень интересно, в смысле всегда полезно. А что очень интересно, это что просто в психодраме, что происходит, ведь мы тоже разбираем конфликты какие-то, которые врастились в человека, когда он взрослел с детства и остались с ним до взрослой жизни. И что мы делаем в психодраме? Мы их как бы раскрываем и разрешаем. И после этого вот это напряжение и, условно говоря, невроз, который с этим был связан, он проходит. Поэтому такое ощущение, что здесь какая-то очень такая яркая параллель между Выгодским и психодрамой Марена. Спасибо большое. Спасибо, Федор. Так, вот я смотрю вопросы в чате. Вот есть вопрос. Какой последний вопрос был у Выгодского, который он не решил? Интересный вопрос. На самом деле Выгодский поставил очень много вопросов. Даже была такая вот статья в КИП. Виталий Владимирович Рубцов писал «Нерешенные проблемы теории Выгодского». Много очень вопросов осталось. Дело в том, что, как я уже говорила, очень короткую жизнь Выгодский прожил. Даже вообще удивительно, что он за такой короткий промежуток времени успел столько сделать. Но дело в том, что еще больше вопросов осталось. То есть фактически то, что он разрабатывал, многие линии остались просто намеченными. Например, вот о драме, да, вот так вот цельно, даже вот, собственно, нигде у Выгодского и не прочитаешь. Это вот разбросано по разным трудам. И вот это приходится собирать по крупицам. То же самое вот многие понятия, которые мы будем обсуждать, они фактически были вот так вот эскизно намечены. Например, понятие деятельности. Оно ведь было введено Выгодским, а дальше уже в работах других авторов оно получило развитие. Но вот очень хорошее выражение, которое использовал Дмитрий Владимирович Лубовский. Эскизно намечены были многие направления, но до конца как бы Выгодский просто не успел их раскрыть. То же самое, например, касается понятия переживания. Сейчас вот особенно в западной, в англоязычной научной литературе огромное количество публикаций на тему переживания. Просто какой-то бум. Вот там 10 лет назад особенно муссировалось понятие зоны ближайшего развития, а вот сейчас прямо, да, вот очень модно понятие переживания. Так что на самом деле это все открытые вопросы, о которых нужно говорить. И потом любая научная теория, она живет тогда, когда она дальше развивается. И об этом писал сам Выгодский. То есть если вообще говорить о том, что вот культурно-историческая психология это теория будущего, которая может применяться и сегодня, да, это не мертвое какое-то научное направление, то, конечно, это именно связано с тем, что вот она должна дальше развиваться. И Выгодский писал о том, что все вот эти основные ключевые понятия, что они должны применяться к конкретным культурно-историческим обстоятельствам. И в этом, собственно, да, вот будущее этой школы. И поэтому она так интересна. Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Добрый вечер, Ольга Витальевна. Здравствуйте, коллеги. Можно вопрос? Конечно, конечно. Да, Миронов Олег Сергеевич, прошу прощения, не представился, Московское отделение Федерации психологов образования. Ну, да, спасибо большое за интересный материал. Я бы, наверное, чуть-чуть немножко дополнил то, то, что в своих работах по теории сохранения психической энергии Зигмунд Фройд тоже был сторонником идеи, то, что психика человека не образуется без социальных условий, без социальной среды. И в последующих годах эксперименты и наблюдения, их было более 300 наблюдений за феральными людьми, они тоже показывали легитимность, во всяком случае, такой позиции. И вот то, что вы сказали по поводу частной ситуации инсульт, да, и реакция как средство для психического развития, да, то есть перестройка, это изменение и психики в ответ на травму, и обучение человека действовать в новой психофизиологической системе, то есть новая физиологическая модель появляется, да, у такого человека в следствии заболевания. Существует же корреляция, которая описана в работах по общему адаптационному синдрому Бернардом Голдстоуном, да, когда он говорит то, что инвазивный стимул, неприятный стимул, может быть, какой-то, да, является продуцентом возобновляемого адаптационного капитала, то есть чем больше на человека воздействуют такие стимулы, да, тем больше он адаптируется, и тем больше в его памяти, в информационной афферентации функциональных систем его организма остается информация о том, как с этим бороться. Ну, точно так же, как, допустим, Т-клетки в организме запоминают какие-то воздействия с помощью прививки, которые оказываются, да. Мой вопрос следующий. При таких инвазивных воздействиях, да, каким образом Выгодский смотрел на правильное обращение с методологией, чтобы такие воздействия давали человеку импульс к развитию и не выходили за коридоры нормы стрессообразования, да, потому что все люди разные, у всех разная психика, у всех разные перцептивные реакции на одинаковый, казалось бы, дистальный стимул, да, то есть там кому-то можно показать котика, человек умилится, а у кого-то, может быть, там кот погиб недавно, да, и человек заплачет, да. Вот была ли какая-то методология у Выгодского по, скажем так, по обеспечению средств безопасности в работе с пациентами, и особенно с тяжелыми пациентами? Спасибо. Спасибо большое за вопрос, очень на самом деле интересный. Вот я думаю, что надо начать с того, что Выгодский очень хорошо знал, да, детально изучал концепцию Фрейда, как я уже говорила, он прекрасно знал все работы трудов, все труды представителей бихевиоризма, и вот в работе, о которой я уже сегодня упоминала, исторический смысл психологического кризиса, он как раз-таки вот все существующие, да, существовавшие на тот момент научные школы, включая школу Зигмунда Фрейда, он подверг критике. И причем, конечно, это была такая конструктивная критика, критика, в которой он, в общем-то, нанес сокрушительный удар по вот этим, да, все-таки биологическим теориям. Не стоит забывать, что и теория Фрейда, и бихевиоризм, и то, что было у Стэнли Холла, да, вот, то есть те авторы, многие авторы, о которых писал Выгодский, это были именно представители биологических теорий. И Выгодский критиковал их за то, что они ставят во главу угла вот эти вот биологические явления. Когда вот вы, например, говорите, да, что вот Фрейд использовал экстериализацию внутренних переживаний, здесь речь идет, ну, прямо скажем, о другом методе. Невозможно говорить о том, что метод Фрейда и метод Выгодского сопоставимы. Это совершенно, как бы сказать, принципиально разные направления, потому что Фрейдизм, да, психоанализ, это теория, которая опирается на биологическое представление, и там вообще не было идеи о развитии. Выгодский говорит о развитии, да, даже когда вот мы там говорим о компенсации, там одной какой-то функции или чего-то еще. Выгодский все это рассматривает именно в контексте развития, тогда как для Фрейда, да, или для представителей других теорий того времени это понятие вообще, его, собственно говоря, не было, да. Это совершенно другая научная традиция и другая научная школа. Вот недавно, ну, как недавно, год, наверное, назад или два вышла очень интересная статья Екатерины Завершневой, которая, кстати, вот тоже изучала ранние работы Выгодского, она как раз написала статью о точках соприкосновения между Выгодским и Фрейдом, и на самом деле это очень интересно на это посмотреть. Но тем не менее, вот надо учитывать, да, что Выгодский, ну, разгромно, да, разгромно критиковал Фрейда. Когда мы говорим о концепции Выгодского, в первую очередь надо понимать, что она применяется для разных категорий. То есть, например, если мы говорим об образовании, это одна история, да, Выгодский, вот метод экспериментально-генетический в образовании. Это одно. Если мы говорим о применении метода Выгодского при работе со сложными категориями детей, да, это совершенно другое. Например, вот на основе теории Выгодского, может быть, вот кто-то как раз в этой теме, была разработана методика работы с людьми, страдающими нарушением и зрения, и слуха, и речи, да, слепо-глухо-немые. Вот был такой замечательный интернат в Загорске, он и сейчас есть, где по методике Выгодского вот работали с такой сложной категорией детей и доводили этих детей до совершенно невероятных результатов. Вот есть такой профессор Александр Суворов, он слепо-глухо-немой, так он профессор, он пишет стихи, он пишет книги, он делает совершенно невероятные вещи. И вот эта система работы построена именно на идее Выгодского о развитии, да, то есть вот здесь, конечно, метод Выгодского это принципиально другой метод, мы не можем его сравнивать ни с каким другим научным направлением. Если, например, вот мы берем бихевиоризм, очень часто, кстати, вот на Западе Выгодского называют социальным бихевиористом и говорят, вот он разработал теорию двойной стимуляции, то есть вот есть два стимула, да, вот он говорит тоже, как и бихевиористы, он говорит о стимулах, но это совершенно разные вещи. Бихевиористы говорят о том, что на стимул возникает реакция, да, что, например, в системе образования это выглядит следующим образом, мы даем какой-то стимул, и человек на него реагирует, и это вот вся система обучения построена фактически вот на таком натаскивании, как вот эти тесты ЕГЭ, да, это чисто стимульно-реактивная модель. А Выгодский говорит, что это вообще не работает, что нужно строить ситуацию, где один шаг в обучении приводит к ста шагам в развитии, то есть надо строить зону ближайшего развития, да, надо смотреть, что ребенок может сегодня сделать в сотрудничестве со взрослым, а дальше что он сможет сделать самостоятельно, то есть подход Выгодского, это, конечно, совершенно другая история, и с этой точки зрения он всегда спорил и с Фрейдом, и со всеми остальными. Но это большая такая, да, долгая, длинная тема, я на эту тему тоже с радостью пришлю какую-то литературу, которая мне известна, и это очень интересно, спасибо большое за вопрос. Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Вот кто-то написал, что жалко, что мы не в очном формате, что в очном формате, конечно, намного живее получает сообщение, дискуссия, да, я поддерживаю, мне не хватает чая, не хватает печенья, поэтому будем надеяться, что пандемия быстро закончится, и мы, наконец, сможем увидеться так, как мы привыкли. Пожалуйста, еще ваши вопросы, вот читаю комментарии. На самом деле, вот еще тоже очень интересный вопрос, связан с тем, как же вот соотносится культурно-историческая теория и теория деятельности, потому что вот это же действительно такой бесконечный спор, является ли теория деятельности продолжением теории Выгодского или это совершенно другая теория? И вот здесь, как Выгодский, в общем-то, разошелся со своими последователями, да, вот то, что сегодня мы относим к теории деятельности, это была уже другая группа, которая работала как бы на основании теории Выгодского, но отошла от его видения. И это действительно очень интересно, потому что с одной стороны это разные, в общем-то, это разные теории, хотя у них есть пересекающаяся область, пересекающаяся область научных понятий и, в общем-то, пересекающийся метод. Вот как раз-таки экспериментальный генетический метод, разные его вариации и модификации, это то общее, что объединяет вот эти две теории. Мне тоже нравится метафора, когда мы говорим о том, что теория деятельности – это одна из ветвей, которая выросла на корнях культурно-исторической психологии. Вот это тоже очень интересный аспект, который бы хотелось дальше обсуждать на наших встречах. Пожалуйста, еще вопросы, комментарии. Вот без деятельности, да, комментарии от Натальи Жуковой практически ни один ученый того времени не рассматривал вообще биологическую жизнь. Ну, вы знаете, тут тоже не стоит путать понятия, например, поведение и деятельность, да, потому что вот именно термин деятельности в том понимании, понимании, в котором его использовал Выгодский и затем представители деятельностного подхода. Это было совершенно уникальное понимание, да, это очень отличалось от того, что было до этого. Вот я надеюсь, что сегодня мне удалось хотя бы коротко показать, что все-таки вот та теория, над которой работал Выгодский, она принципиально отличалась от всего предшествующего, и недаром она называется именно теорией неклассической психологии, потому что она другая. В ее фокусе, да, вот это развитие, драма развития, процесс. И также вот когда мы говорим о деятельности, в том контексте, в котором ее рассматривал Выгодский, а затем уже разрабатывали его последователи, конечно, до них такого понимания, такой интерпретации не было, мы не можем об этом говорить. Собственно, и термин-то деятельность, он вот впервые там был использован в одной из работ Выгодского, а затем уже вот Леонтьев и другие авторы начали его разрабатывать. Есть ли еще какие-то вопросы? Что можно почитать? Ну, у Выгодского целое большое собрание, собрание сочинений, мне кажется, что вообще вот как раз, да, вот мы об этом сегодня говорили, не так легко читать Выгодского, это не такое легкое чтение. Мне кажется, что если вы не погружены еще в психологию, да, может быть, имеет смысл сначала как раз-таки почитать что-то вот вообще о нем, о его времени. Вот замечательные есть воспоминания Гиты Львовна Выгодской, есть замечательные работы как раз-таки вот у Екатерины Завершневой, которая очень интересно пишет о ранних работах Выгодского, вот о вот этом периоде, да, театральном в жизни Выгодского, который потом значительное влияние на него всю жизнь оказывал. Я тоже вам обязательно пришлю ссылку, очень рекомендую почитать вот Завершнева, работала много с архивами Выгодского, анализировала записные книжки, блокноты, ранние статьи, и вот она как раз-таки вот один из авторов, который вот спровоцировал так называемую архивную революцию, которая произошла вот буквально там в последние 15-20 лет. Архивная революция связана с тем, что появились новые факты, новые знания о Выгодском и новые работы, которые раньше не были опубликованы, которые позволили совершенно по-другому взглянуть вообще вот на творчество Выгодского и многие моменты пересмотреть. И, конечно, вот кто может, я пришлю работы на английском языке, вот в частности вот эту книгу профессора Манолиса до Фермоса, где невероятно интересно описано, как рождалась теория Выгодского, кто стоял у истоков и кто потом развивал эту теорию, кто развивал теорию деятельности, как это всё связано с марксизмом, с диалектикой. Это очень-очень интересная такая фундаментальная работа, и если Вы можете читать по-английски, то уверена, что это будет очень полезно. Вот тоже Жукова Наталья написала, как переводят деятельность на английский язык. Вопрос перевода, кстати говоря, спасибо тоже, что затронули эту тему, это вообще просто тоже отдельная история. Нам с вами очень повезло, что мы всё-таки русскоязычные, и мы можем читать русскоязычные тексты, русскоязычные публикации о Выгодском, и, конечно, главное, что мы можем читать оригинальные тексты. А вот тем, кто по-русски не говорит, особенно англоязычным, повезло гораздо меньше, потому что когда впервые стали переводить Выгодского, то, по сути дела, во-первых, эти переводы очень многое исказили. Вот самая известная работа на английском языке, перевод Майкла Коула, редакция Майкла Коула, Mind in Society, это книга, на которую больше всего идёт ссылок на Западе, когда говорят о Выгодском. У Выгодского такой работы в принципе нет, он никогда не писал книгу Mind in Society. Это фактически компиляция разных идей Выгодского, составленная на вкус авторов этой книги, но у самого Выгодского такой книги не было. Более того, там такие существенные искажения, например, слово «переживание», которое сегодня так и переводится на английский, «переживание», сделали просто кальку, потому что говорят, что даже слово «emotional experience» до конца не отражает смысл русского слова «переживание». Так вот, там оно переводится как «adventure», что вообще-то означает «приключение». Да, вот так и читаем. И вообще вопрос перевода вот этих терминов русскоязычных на английский очень-очень сложный. Да, то есть вот французам, например, и итальянцам повезло больше, потому что тексты, которые переводились с русского языка на французский и на итальянский, они были более корректными. Англоязычные переводы, конечно, оставляют желать лучшего. Даже если вот, например, мы с вами возьмем основной генетический закон, который мы сегодня разбирали, то вы увидите, что в переводах либо вообще нет слова «сцена» и «категория», вот эти важные понятия, они в принципе утеряны в английских версиях, или присутствует только слово «сцена». И, конечно, тогда теряется смысл. Поэтому хорошо, что мы можем читать по-русски. Пожалуйста, может быть, еще какие-то вопросы, комментарии. Кстати говоря, вот тоже у меня такой вопрос ко всем присутствующим. Может быть, у вас будут какие-то пожелания для наших последующих встреч? Какие понятия теории Выгодского вы хотели бы в первую очередь обсудить? И, может быть, какие работы совместно почитать? То есть что для вас сейчас важно, чтобы мы это также могли учитывать при планировании наших встреч предстоящих? Хорошо, тогда будем, наверное, понемногу завершать нашу сегодня встречу. Я бы хотела еще раз сказать, что вот наши встречи будут проходить ежемесячно, пока вот в таком вот дистанционном формате. Как только будет возможно встречаться очно, мы с радостью, конечно, вернемся к нашим обычным посиделкам с чаем и печеньем. Если у вас возникают какие-то идеи, вопросы или предложения, пожалуйста, пишите на почту нашего центра. Всем участникам, которые сегодня присутствовали, мы по почте обязательно разошлем список литературы и все полезные материалы, которые могут пригодиться. Кроме того, я хочу пригласить вас на предстоящее мероприятие. 1 октября наш центр организует киноклуб психологический. Мы будем смотреть фильм «Заражение» и обсуждать применительно вот к нашей текущей ситуации, вот наш опыт переживания пандемии. Причем тоже, поскольку мы встречаемся в дистанционном формате, мы предлагаем сначала посмотреть фильм до встречи и затем уже какие-то фрагменты пересмотрим непосредственно, когда будем встречаться в зуме и дальше уже будем обсуждать. И вот наш гость Артем Шилин будет вести эту дискуссию. Также в октябре у нас будет еще обязательно встреча в рамках семинара «Современное детство. Теория и практика». Скорее всего, она пройдет 16 октября. Также вы получите от нас рассылку. И еще вот хотела поделиться. Мы запускаем новый проект, который будет называться «Живое чтение». Это будет англоязычный проект, поскольку мы хотим сделать его таким с международным участием. Это тоже будут такие ежемесячные встречи, пока что в онлайн формате. И в рамках этих встреч мы будем выбирать какие-то книги для обсуждения. В первую очередь это будут, конечно, классические труды, но также и работы современных и отечественных, и зарубежных авторов, которые работают в традиции экипы деятельностного подхода. Также вы будете от нас получать рассылку, если не отпишетесь. И при желании можно будет в этих встречах принимать участие. Еще раз всех благодарю. И желаю всем хорошего вечера. Всего доброго. До свидания.